На первый взгляд, рядовой матч «Локомотива» против Сибири собрал в арене 2000 столько медийных лиц, сколько порой не собирают матчи плей-офф. Пока главный хоккейный эксперт страны Сергей Гимаев раздает автографы болельщикам новосибирской команды, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов о чем-то беседует с тренером Болжан Алексеем Кудашовым. Легенда хоккея признается, приехав в Ярославль посмотреть на своих подшефных «Локомотиве» из Сибири. Андрея Локтионова, Артем Артемова и Олега Губина. Говорит, выступает для ребят не только как агент, но еще и наставник. Слово «агент» уходит в сторону, когда ты смотришь хоккей, как говорится, с того ракурса, которым я вижу игру. Поэтому мне приходятся какие-то вещи, не входя в разрез тренерскими задачами, которые ставятся перед игроками, но тем не менее, как центральный нападающий, я какие-то вещи могу подсказать. Звезд федерального спортивного телеканала Сергея Гимаева и Дениса Казанского в Ярославль занесло тоже по делам рабочим. Поэтому с экспертами беседовали, не отрывая их от прямых обязанностей в просмотрах хоккейного поединка. Я сегодня работаю в студии, не комментирую. И так слишком часто у меня высоко позиции, где я им вижу рисунок игры. А здесь очень удобно. Я чувствую дух игры, нить игры. У меня отличная позиция. Я просто встал чуть подольше от борта, чтобы людям не мешать смотреть хоккей. Первый раз здесь, в арене 2000. И мне как-то вот действительно все время было рядом, но никогда не было на хоккее здесь. Мне здесь пока очень нравится. Мне нравится то, что есть таблички, на которых написано «Коридор», то, что есть телефоны-автоматы внутри арены. Это забавно. Но что касается атмосферы, то мне кажется, как-то можно все-таки погромче болеть за своих. Вскоре трибуны все-таки раскачались, когда Чистов и Контиола с разницей в минуту дважды поразили ворота гостей. Поспособствовали этому сами сибиряки, умудрившиеся схлопотать три удаления подряд. Третья шайба также не заставила ждать. Нападающий в Сибири Максим Шолунов продемонстрировал, что его команда умеет разыгрывать лишнего. За происходящим на площадке из ложе с тревогой наблюдают те, кто в хоккей пусть и не играет, но точно знает цену победы. В старой половинке хоккеистов «Локомотива». Я уже, конечно, смотрю хоккей не только, что мы можем проиграть или еще что-то может случиться. Я больше теперь смотрю на все острые моменты, как вопрос, чтобы не нанесли травму. Особенно, когда сутолок на пятачке и когда могут коньком где-то и по шее попасть, и еще где-то, и по руке, и всякое бывало. Весело иногда, иногда сложно, иногда грустно, печально, когда не получается, когда жалко, когда видишь, что хотят, но не могут, не получается что-то в команде. И, конечно, хочется как-то поддержать, чтобы приходил домой, как-то немножко какая-то опора, защита была. В поединке с Сибирью у «Локомотива» получилось, если не все, то многое. Железнодорожники и перебегали, и перебросали оппонентов. А шайба Макса Толбо, заброшенная уже в пустые ворота новосибирцев под занавес встречи, поставила жирную точку в этом противостоянии. 3-1 по итогам первой домашней серии сезона «Локомотив» набирает 8 очков из 12 возможных. Здорово, что мы забили, реализовали 5-3, да, большинство у нас не супер клеится, конечно, но сыграло важную роль, что мы забили в начале матча 2 гола. Ну вот, потом старались, хотели, конечно, еще забить, но не получилось, главное выиграли, хотя нет, забили же в пустые. Но главное выиграли, заработали 3 очка, это самое важное сейчас. Теперь подопечных Алексея Кудашова ждет выездное турне по маршруту Тольятти, Казань, Нижнекамск. Поединок против казанцев 12 сентября Первый Ярославский покажет в прямом эфире. Владимир Летуновский, Олег Лушников. День в событиях.